Мини-босс бренд номер один в мире бизнес-образования для детей и подростков. Мини-босс бренд номер один в мире бизнес-образования для детей и подростков. Поиском методов воспитания современного человека, созданием OpenSpace. Международная образовательная сеть бизнес-школ Мини-босс создала OpenSpace для своих учащихся еще 15 лет назад. Развитие предпринимательских навыков и обучение бизнесу здесь начинается с 6-7 лет. Вы удивлены? Удивление проходит после первой же встречи с мини-боссами. Свои первые проекты эти юные бизнесмены начинают создавать с 6 лет, а в 7 они получают свои первые доходы. Государство и предпринимательство – это разные абсолютно инструменты для зарабатывания денег. Кто идет работать чиновником, с большим трудом потом становится предпринимателем. Потому что потребительская система или система бюджетного финансирования за свой труд очень сильно отличается от системы продаж, системы генерирования идей, системы изменения мира, которому мы учим. И бизнес-школа Мини-босс в данном случае является не просто первопроходцем, а она является создателем новой системы, которая позволит с малых, с юных лет изменять общество. Чем больше мы сгенерируем идей в детстве в голове у человека, чем быстрее мы научимся его адаптироваться и принимать правильные решения на основании анализа, макроэкономических показателей от семьи до страны и дальше, тем быстрее мы изменим вообще отношения в обществе и к системе предпринимательства, и к законам, которые в этом обществе есть. Я хотела бы больше узнать про развитие ресторанного бизнеса, как правильно начать это дело, какие маркетинговые ходы лучше использовать. С вами в самом главном офисе турецких авиалиний, то есть это хед офис, и здесь решаются самые глобальные вопросы, какие могут быть во всем мире нашей авиакомпании. Я узнала, что в компании ДОКа много ресторанов, лаунжей по всему миру. Такая бизнес-скурсия меня поразила, и бывает, мне кажется, только в бизнес-школе мини-босс. Мне больше всего понравилось то, что шеф-повара так хорошо обслуживают, и все удобно очень, мне очень понравилось. Я поехала, потому что мне показалось интересным посмотреть на то, как устроен бизнес, который занимает лидирующие позиции во всем мире. Такого рода посещения просто необходимы. На мой взгляд, они формируют у людей, у детей, ну и у взрослых, в общем-то, то реальное отношение в современном индустрии бизнеса. Сейчас бизнес-школа мини-босс идет на экскурсию в компанию ДОКа, то как ведущая кетеринговая компания мира, и мы посмотрим внутри сейчас, как она работает, как работает весь ресторанный цех. Идемте! К завершению обучения в бизнес-школе мини-босс формируется плеяда молодых людей, избавившихся от потребительского отношения к жизни. За годы обучения свыше 4 тысяч подростков с активной жизненной позицией стали лидерами мнений в среде сверстников. Их мышление сегодня ориентировано на решение многофункциональных задач в условиях неопределенности. Их мысли заняты разработкой бизнес-идей и внедрением социальных программ для помощи другим людям. Давайте же познакомимся с организацией деятельности Международная образовательная сеть мини-босс бизнес-скул. Анализ возможностей современной общеобразовательной школы и потребностей общества в эффективных специалистах привел к необходимости поиска решения этого противоречия. Что такое образовательная система мини-босс? Это 12 ключевых параметров в этой системе. Это интерактивные уроки, это бизнес-игры, созданные нами сотни бизнес-игры. Это мастер-классы, это тимбилдинги, прописанные для мельчайших частей, чтобы выработать командный дух у ребенка. Это система бизнес-фестивалей, которые призваны развить дивергентное мышление. Это система бизнес-туров, которые призваны показать детям самые ведущие бренды мира, как они создавались, какова их философия, ценности, культура, каковы их стратегии развития сегодня, чтобы у детей расширилось мышление. Это, конечно же, бизнес-инкубатор, который призван помочь детям создать бизнесы от А до Я. То есть детского бизнес-инкубатора нет нигде в мире. Это такая мощная технологическая цепь. Это форумы социальной ответственности бизнеса, форумы стартапов так называемых, где известные наши члены совета бизнесменов мини-босс, выслушивают идеи деток и дают им первые гранты для реализации их проектов. Это система бизнес-лагерей, это национальные чемпионаты по предпринимательству в каждой своей стране и мировые чемпионаты по предпринимательству среди детей вот такого возраста, 6 или 14 лет. Поэтому здесь мы создали полную замкнутую систему, которая позволяет вырастить личность ребенка. Дорогие мини-боссы, хочу поздравить вас с днем рождения бизнес-школы мини-босс! Ура! 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 У вас задача внимательно послушать инструкцию, выполнить все на 100% и быть победителями. Понятно? Да! Сотрудничество педагогов, родителей и бизнесменов открыло возможности для учеников формировать уникальные поведенческие основы личности, столь необходимые современному человеку. Это коммуникативные навыки, развитие творческих способностей, формирование критического мышления, развитие эмоционального интеллекта и когнитивной гибкости, умение работать в команде и координировать действия при решении комплексных задач, способность рассуждать и принимать решения, брать ответственность на себя. Задание было очень интересным и сложным одновременно. Мы должны были полностью довериться нашему капитану. И не просто слушать его, а еще и услышать его. Это было обязательной частью этого задания. И мы должны были доверять друг друга и слышать, когда мы держали глаза друг к другу, мы должны были слышать не больно, удобно, или не порвется ли сейчас где-то цепочка. Надо пролезть из паутины, чтобы не зацепить. И справиться? Да. А кто побеждает? Побеждает тот, кто работает дружно. Ну что ж, я поняла, что это задание, оно как бы на логику и на совместную работу, потому что один должен придерживать ногу, например, второго, чтобы тот мог ее, знаете, аккуратно просунуть. Ну а мы как какие-то габанчики решили сразу на пролом, и у нас, естественно, не получилось. Хотя я почти не засыпала. Почему именно с шести лет? В шесть лет у ребенка познавательный интерес на максимуме. Этот период наиболее благоприятен для умственного развития и мягкой адаптации в социальной среде. А когда это все происходит в интерактивной форме, то увлекает и запоминается на всю жизнь. Эта игра называется «Блуждающие астероиды». По легенде, их корабль ребят наткнулся на блуждающие астероиды, которые начали обрывать обшивку, и они должны выйти из этой передряги целыми. Поэтому в основном задача состоит в том, чтобы всей командой за руки пройти через препятствия, не коснувшись астероидов. Самым сложным заданием было это собирать турбины и не упасть с космолета. У нас команда. У нас команда. Когда мы летели, у нас лопнули турбины, они улетели в открытый космос. Мы команда, да? Да, мы команда. Она команда, она вообще. Уважаемые дети, уважаемые родители, уважаемые члены жюри, уважаемые представители СМИ, я хочу объявить вам о начале 12-го форума социальной ответственности бизнеса, форума стартапов. Наш проект предпринимательский. Наша цель создать интернет-магазин веселых товаров на 1 апреля или просто для детей и их родителей. Здравствуйте. Меня зовут Лиза Шмуратова. Я капитан команды «Госмани». И сегодня мы представим нашу игру «Госмани» от корпорации «Дети-дети». Наш проект предпринимательский. Идея – создать необычную игру от детей и детям. Второе – соединить деньги и вопросы. Третье – создать клубы для игры. В нашей игре имеются поле, деньги и фишки. Также у нас есть карточки с вопросами, карточки с профессиями и правила игры. Цель игры – познакомить участников с разными профессиями. Химия, физика, биология, математика и другие. В нашей игре три этапа. Первый уровень – общие знания. Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 10 «Госмани». Во второй тур проходит 4 победителя первого турнира. Уровень сложности вопросов повышается. Вы читаете вопросы? О, ну, конечно. Химично. Тема – биология и третий уровень. Что объединяет эти слова? Птица, муха, ветер, пыльца. Ответь. Это способы размножения цветов. У меня вопрос к маркетологу. Вы проходили маркетинговые исследования, кто вошел по времени? Ну, у нас проект эксклюзивный, потому что детей и детям никто не делает. Здравствуйте. Наша команда называется Fashion Accessories. Меня зовут Катя. А меня зовут Саша. Мы – партнеры. Идея нашего проекта заключается в том, что мы делаем аксессуары своими руками. Вы уже запустили эти деньги в школу? Да. Причем интереснее их побывают и заказывают тоже вместе. А у вас есть конкуренты? Нет. Нет. У каждого ребенка есть шансы либо случайно встретить какого-то наставника, ментора, человека, который может его взять с собой в этот путь в развитие собственного хорошего, большого бизнеса, либо он должен этому учиться изначально, с юных лет и дойти до осознанного состояния, когда он станет предпринимателем, станет человеком, который будет изменять этот мир и будет изменять свою судьбу самостоятельно. Я уже второй раз на данном мероприятии. Мне очень понравились команды, потому что я, ребят, знаю по прошлому разу и вижу, насколько действительно есть уже изменения. Есть какие-то, например, коммерческие уже нацеленные проекты. В прошлом году были какие-то ошибки, сейчас их устранили и уже есть четко сформированный план действий. В нашем сегменте, в сегменте фэшн, девочки, которые уже осуществили коллекцию, уже новые эскизы. Сегодня мы увидели много ремесленнических проектов, где реализация украшений очень интересных. Я мама маленького динозаврика, который четвертый год находится в мини-боссе, который растет вместе с мини-боссом. Я хочу поблагодарить школу мини-босса за то, что я наблюдаю, какие изменения я наблюдаю в наших детях, что было четыре года назад и как дети за это время выросли. Я хочу поблагодарить меценатов, которые оказывают помощь детям за организацию таких мероприятий, в котором дети чувствуют, что они востребованы и что они могут добиться в этой жизни очень больших результатов. В 10 лет фантазировать и мечтать способны еще многие. Это с возрастом появится скованность и нежелание выделяться. Совсем другую задачу ставят перед собой преподаватели бизнес-школы мини-босс. Мечта должна осуществиться, поэтому нужно найти единомышленников, подумать о ресурсах, разработать план реализации и почувствовать вкус мечты реализованной, воплощенной. Получить удовольствие самому и подарить радость другим. Многолетнее сотрудничество с лидерами бизнеса, экскурсии и стажировки на крупных предприятиях расширяют картину мира и формируют навык отбора и анализа информации, снимают скованность в общении, стимулируют любознательность и желание попробовать самому. А предприниматели и бизнесмены с удовольствием вступают в контакт, делятся своим опытом и с интересом наблюдают за изменениями в мировоззрении мини-боссов. Бизнес-школы, подобные мини-босс, нужны для того, чтобы образование наших детей отвечало требованиям современного общества, чтобы у детей и подростков развивалось мышление, чтобы круг интересов расширялся. Мы живем в мире быстро меняющейся технологии. Задача педагогов – формировать такие навыки у современной молодежи, которые позволят свободно ориентироваться и находить возможности для себя. Действительно для нас это большая радость, видеть таких маленьких предпринимателей и мини-боссеров у нас на производстве. И нам особо приятно показывать им не только через теорию, через учебники, как растет наша продукция, какао-бобы, как их собирают, а все это показать с помощью видео, с помощью практики на нашем предприятии. Мне очень приятно, что меня сегодня пригласили провести мастер-класс, так как у меня очень теплые воспоминания о бизнес-школе. Я здесь выросла, я здесь очень многому научилась, здесь очень много полезных знакомств приобрела. Одно из таких полезных знакомств – это знакомство с Азаровой Ольгой Владимировной. Она для меня наставник, она меня очень многому научила. Вадим Дмитриевич, не знаю, Вадик, Вадик из мини-босса. Я хочу сказать, что это супер, потому что даже я когда-то ходил в мини-босс, и у нас такого еще не было. Мы еще писали в тетрадках сами вручную, у них уже сейчас крутые, модные, напечатанные тетрадки и так далее. Очень умные, я не успевал, я только говорю какое-то слово, и они сразу говорят про него, а я думал, что я буду задавать вопрос, ну, чтобы, ну, то есть я хоть думал, что буду рассказывать им про это, а на самом деле они все это говорили и объясняли сами мне. Ну, то есть я удивлен очень, на самом деле. Уровень супер. Успех ребенка невозможен без активной заинтересованности семьи в его развитии. Поэтому еще одним направлением стратегии развития бизнес-школы мини-босс есть последовательное и глубокое сотрудничество с родителями. Родители сегодня приходят в частную школу под названием мини-босс бизнес-школ и хочет для своего ребенка сделать инвестицию в его будущее, и он должен осознавать, что это не просто школа, куда он сдал ребенка и получил готовый продукт. Это школа, в которой родители и дети вместе работают над созданием будущего ребенка. Это сотрудничество претерпевает временную метаморфозу от состояния «я хочу лучшего будущего своему ребенку» к осознанию, что учиться можно всю жизнь. Поэтому часто родители, прежде не занимавшиеся бизнесом, вспоминают о своей мечте и начинают работать над собственными проектами. Родители хотят вырастить ребенка, который знает, что он хочет, который умеет достигать целей поставленных. Именно хотят, чтобы дети были счастливее, чем родители. И вот хочется, чтобы ребенок общался с детьми, которые также стремятся, имеют те же ценности, те же приоритеты. Подавать информацию детям так, где здесь подают, что каждый ребенок раскрывает свои таланты. Международная сеть бизнес-школы «Мини-босс» открывает и взращивает талант своих учащихся, позволяет самореализоваться в юном возрасте, формирует психологию лидера и творца своей судьбы. Экологичная среда общения и развития, смелость и ответственность при принятии решения, интерактивное обучение и монетизация ваших талантов. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»